Всем доброе утро, ребята! Как у вас дела? У нас все хорошо, но за последние недели с нами произошло очень много всего, поэтому мне не терпится с вами поделиться, рассказать вам. Мы сейчас будем завтракать, так что приятного аппетита нам и всем тем, кто тоже кушает. Упсик! Уй, чего я лайкал! Давайте покажу вам одни из любимых наших бутербродов. Это будут бутерброды с авокадо. В общем, делаем вот такой салатик. Здесь авокадо кубиками, помидор, немного лука, оливковое масло холодного отжима, соль, перец по вкусу. И просто вот этот салатик как бы выкладываем на хлеб. Вот столько бутербродиков у меня получилось. Я использовала целый багет. Один авокадо, один помидор. Так что вот такой у нас будет классный завтрак. Вкуснятина, пальчики оближешь. Я на самом деле могу такое есть постоянно. Я бы жила просто на одном авокадо и помидоре. Так что для меня это вообще лучшая еда. А у Дианочки на завтрак сегодня будет овсяная кашка с яблочком. Овсянку я перед готовкой немного дроблю ножом. А яблочко сырое на мелкой терочке. Диана, Диана. Кашу, скажи мне, кашу давайте быстро. Мам, нямий. Вкусно. На обед у нас сегодня будут вот такие бургеры. Это мой муж приготовил, решил нас побаловать вкусненьким. В общем, здесь котлетка мясная, огурчики, сыр, салат. Все как в лучших ресторанах. Сейчас у нас время полудника, поэтому у меня время купить чашечку кофе. Дианку уложила спать. Она так вымоталась. Примерно 3 часа бодрствовала. Это для нее прям много. Так что она у меня буквально за 5 минут уснула. Надеюсь, меня нормально видно, потому что если я повернусь, меня сильно слепит. А так хотя бы могу глаза открыть. В общем, что у нас произошло за последнее время? Первое, это то, что мы получили бесплатную еду. Здесь, в Испании, сейчас выдают некие помощи людям, которые потеряли работу, либо которые сидят на бирже. Сережа у нас как бы не то, чтобы на бирже. Это практически биржа, но немного называется другими словами. В общем, называется Эрте. Это такая программа, по которой все ушли на ту же биржу. В общем, все, кто работает на время карантина. В общем, как-то так. Так как денег он получает сейчас меньше, нежели раньше. Примерно на 30% меньше, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем, как и биржа, там 70% платит, по-моему. Так что можно у государства брать какие-то там помощи. Можно брать скидки на арендную плату. Можно брать скидки на ипотеку. Либо там, например, чтобы страховка заплатила за вас ипотеку, пока вы не работаете. Ну, мы сами платим ипотеку на данный момент. А также можно просить бесплатную еду. В общем, Сережа у нас позвонил в юнтемиэто. Это как, знаете, управление городом. И так как у нас Сережа один добычек в семье, мы можем пойти и взять эту еду. Это, конечно, не всем дают. Но так как у нас, Сережа, один добычек в семье, нам это как бы положено. Мы думаем, почему бы и нет. Потому что если дают, почему не взять. И даже нам самим было интересно посмотреть, что же дадут бесплатного из еды. И на самом деле дали нормально. Мы так посмотрели. В целом, примерно как одна закупка в магазине, как мы делаем. То есть у нас была целая тележка, с которой мы ходим в магазин. И плюс еще две упаковки молока. Ну, в общем, посмотрите сами. Вот что нам дали на помощь. Дали 4 банки вот таких овощей. Это как просто отварные овощи. Морковка, стручковая фасоль, картошка и горошек. Его используют в русский салат, как наше оливье, знаете. Также дали вот такой отварной нут. Нут мы тоже часто кушаем, так что вообще классно. 3 баночки. Вот такие консервированные овощи. Здесь написано коктейль из овощей. То есть там ананасы, какой-то виноград, наверное. В общем, как, знаете, вот эти консервированные ананасики продаются. Только тут набор. Дальше. Далее вот такие наборы какао. Два набора по 6 штук. Мы, кстати, никогда не пробовали, не покупали. Попробуем. Далее 8 упаковок тунца. В каждой упаковке по 3 баночки. В общем, это тунец Изабелла в растительном масле. Далее 4 упаковки вот такой мясной тушенки. Тоже мы никогда такое не ели, не покупали. Попробуем. Короче, 4 штуки здесь, видите. Диана тоже комментирует. Далее 4 упаковки сардин. Сардины мы очень любим, всегда кушаем их. Сардины в подсолнечном масле. 4 вот такого томатного соуса. Я вам не раз показывала. Это просто такой томат, как можно использовать и в сырые блюда, и в готовые добавлять. Ну, вообще прикольный, прикольный томат. Можете заметить, что на каждом продукте, сейчас покажу. Вот, например, на тунце есть вот такая эмблемка. Здесь написано, что это специально сделано для помощи. То есть, не на продажу. И даже с двух сторон написано. И так на каждом продукте практически. Вот на томате тоже так пишут. На мясных тушенках. Ну, в общем, практически везде. Вот на сардинах. Далее 2 упаковки риса. Кругло-зернистого по килограмму. Далее 3 упаковки Марии. Марии мы тоже часто покупаем. Печеньки Марии. Здесь в каждой упаковке по 4 маленькие упаковки. И как бы вот их 3. Это, кстати, хороший бренд Буём. Диетическая печенька. Также дали 3 упаковки спагетти. По 500 грамм. Тоже отлично. 2 бутылки оливкового масла. Тоже здесь очень оно ходовое. И дали 2 большие упаковки молока. Обычное коровье молоко. В каждой упаковке по 6 пакетов молока. Так что в целом 12 литров молока. Ну, вот такая помощь в целом. Спасибо Испании, что так заботится о своих жителях. Мы очень довольны. Так что вот так вот. Пока вы смотрели обзор еды, я уже успела сбегать к дочке. А мой кофе на солнце не успел остыть. В общем, как вам бесплатная еда? Нам показалось нормальный наборчик такой. Сказали, что если мы не выйдем с карантина, можно будет пойти ещё раз взять еду. В общем, брать можно раз в месяц. И это недалеко от нас. В принципе, у нас ходьбы примерно. Я думаю, если карантин не закончится, мы опять возьмём. Также Диане уже исполнилось 7 месяцев. И я, как всегда, делала ей фотографии. Тоже можете посмотреть. А нам уже 7 месяцев, и мы тут устроили небольшую фотосессию нашей лапушки. И Диана решила съесть свои сандалики. Потому что они такие аппетитные. Не знаю, что с ними будет после этого. Но на что не пойдёшь ради фотографий. Ты красавица, красотка. Ты же большая-большая. Какой вкусный тапок. Да, Диана. Ты молодец. Вкусный тапок, да? Я всегда у себя в Инстаграме, когда Диане исполняется тот или иной месяц. Пишу отчёт, какие у нас были достижения, что она уже умеет. Так что, если вам интересно, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Заходите, читайте. Мне лично самой интересно читать такие вещи, как маме, знаете. И когда я была ещё деревенная, я тоже часто смотрела фотографии других детей. Смотрела идеи для фоток и тому подобное. Как же приятно, что у нас здесь птицы поют. А конкретно здесь попугайчики у нас живут на деревьях. А иногда они такой кипиш наводят. Особенно по утрам. Прям кричат, как будто у них совещание какое-то. Но нам, кстати, не слышно, потому что у нас спальня с другой стороны. Всё, эти попугаи посовещались и разлетелись. Вот на этих деревьях они живут. Блин, мне так не нравится вот эта сухая ветка. Вот бы её спилил кто-то. Не знаю, может, нужно куда-то написать. Я так люблю этот вид и этот воздух. Когда утром выходишь на террасу, такой воздух свежий. Просто не могу поверить в это счастье, что мы дышим таким приятным воздухом. Особенно в последнее время у нас были дожди. По ночам, по утрам. Иногда целый день даже лил. И воздух действительно такой свежий. Вот только сегодня солнце такое вышло. Соня, как обычно, загорает. Сонька, ку-ку. Соня, Соня, ну вот чего ты? Чего ты встала? Хочет мои эти, мои тапки. Вон, бери свою хрюшку-поросюшку. Ты поросёнок. Соня, он похож на тебя немного. Как ребёнок твой, Соня. Ой, Соня. Забирай хрюшку-поросюшку. Забирай, забирай. Ой, жадина. Соня, скажи привет. Ой, пачка. Ой, как можно не любить вот это существо. Вот это существо какое. Что-то у соседей Злюка живёт. Похоже на Соню. Вот такая Злюка. Злючка. Дианочка, он проснулась. Что? Маму зовёт уже. Ты проснулся? Птичка моя. Птичка вразнулась, да? Вразнулась. Давай жалюзи открывать. Я открою окошко, а ты камеру пока не трогай. Хорошо, Зайка? Не трогай. На. Сейчас мама откроет окошко. Куда? Диана? Ты что? Диана? Ку-ку! Ку-ку, Зайка! Ку-ку! Ой, такие мы уже большие. Расплакалась. Увидела камеру? Кто меня забрала, она расплакалась. Ой, там папа! Там папа! Папа! Привет, мой свет, любимый! Привет! Очень сосредоточена на папе. Очень сосредоточена. Зависла вообще. Привет! Диана уже отлично сидит, уже умеет ползать, встает на четвереньки. Да, ну сейчас мы только прознулись, немного еще зависли. Беги-беги. Вот такие мы уже большие девочки. Да, 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 да. Кстати, хорошо, что я зимой Диане купила несколько бодиков на лето и буквально двое шортиков. То есть это был набор из двух штучек. И у нас всего на данный момент пять бодиков. Два из инчидема и вот три вот таких белых из праймарка. А так больше ребенку носить нечего. Вот это и все. А, ну есть еще один комбезик у тебя, да? Комбезик с длинными штанишками. Такой как льняной. А так у нас одежды нету. Нужно что-то либо онлайн заказать хотя бы. Смотрели на Амазоне, вообще ничего не понравилось. Мы, кстати, сейчас много чего на Амазоне заказываем. Те же подгузники, как и всегда заказываем на Амазоне. Слюнявчик силиконовый. Покупали досточки для кухни. В общем, все, что нам нужно, разные мелочи. Заказываем на Амазоне. Доставка очень быстрая. В принципе, как и обычно, как всегда и была. А вот с одеждой у нас сейчас напряженка. Так хочется на шопинг, так хочется сходить в магазин куда-то. Блин, я даже в продуктовый магазин ни разу не хотела. Очень хочу. Буквально вчера Сережа говорила, что в следующий раз поду я. И сегодня, пока мы с длинной спали, он пошел сходил в магазин. Такой, блин. Блин, думаю, хочу в магазин. Хотя бы в продуктовый. Как вам, Дианка? Подросла уже. Такая уже большая. Все 8 килограмм весит. Вот так мы уже ползаем. Стоят на четвереньки. И папа еще так поднимает и танцует. Ай, моя хубабуба. Кстати, у нас вели послабление карантина, и Испания уже переходит на первую фазу. То есть, у нас распределили выход из карантина на конкретные фазы. И вот практически вся Испания переходит на фазу 1, кроме Барселонской провинции и Мадрида, по-моему. Так вот, мы живем в Куните. И Кунит это уже Тарагона. Тарагонская провинция, или как она называется, в общем. В общем, мы уже относимся к Тарагоне. И по сути, мы уже выходим на фазу 1. Выходим из карантина. Маленький пумсик завалился. Выходим из карантина. Но, как оказалось, наш Кунит, он как бы входит в Тарагону, но медицина Кунитов относится к Барселоне. Поэтому мы не перешли на фазу 1. Мы в шоке, на самом деле. Я уже думала, что что-то подкрывается, что станет как-то больше свободы. Сможем гулять, как хотим, куда хотим. Потому что это, на самом деле, какой-то капец. Никуда нельзя пойти. Постоянные вот эти ограничения. Туда нельзя, в то время нельзя. Нужно гулять по времени. Недавно, кстати, только узнала, что с собакой можно гулять только 200 метров от дома. Ну, я знала, что только возле дома нужно гулять, но не настолько близко. А мы, на самом деле, гораздо дальше выходим с Соней гулять. И с Дианой. Иногда выходим где-то на километр, иногда даже больше. Потому что нам к морю идти от нашего дома километр и 300 метров. Ну, а мы ходили, кстати, несколько раз. Но, на самом деле, нельзя. С детьми можно гулять только километр от дома. Капец просто. Вы понимаете, да? Что это уже просто надоело. Просто-напросто надоело. Надоело сидеть дома. Надоело вот это все. Не знаю, мне лично уже все. Мне лично это уже вот тут. Ох, я все еще не могу допить свой кофе. Уже его разогревала в микроволновке, потому что остыл. Сейчас, наверное, пойдем с Дианой на улицу. И, кстати, представляете, мы все время гуляли с Дианой вдвоем с мужем. То есть я, Сережа и Диана. Но, на самом деле, может с детьми гулять только один взрослый. Изначально они вроде хотели, чтобы два родителя гуляло. Но в итоге можно только, чтобы один гулял. Последние дни я гуляю сама с Дианой. И, кстати, возможно, Сережу недавно оштрафовали. Пока не буду рассказывать, потому что пока ничего не ясно. Но если нам придет письмо со штрафом, я обязательно расскажу, почему и за что. И здесь, на самом деле, такие штрафы, это капец. Оштрафовать могут за либо что. Вот немного дальше пошел гулять собака, штраф. Минимально 600 евро. Отошел где-то больше, чем за один километр, штраф. Вышел там не в свое время штраф. За все штраф, 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 штраф. Сережа сейчас сидит на одном сайте, где сделали такой блог по теме коронавируса. Но там в основном обсуждают с темой штрафов. И люди рассказывают, за что их штрафуют. Ну, иногда, конечно, да. То есть все по правилам. Нарушили, а их оштрафовали. Нарушили, оштрафовали. Иногда все как бы логично, да. Но иногда такие абсурдные штрафы давали человеку, что просто в голове не укладывается. Например, человек идет в магазин Меркадону. Его останавливает полицейский. Говорит, чего ты туда идешь, где ты живешь. Он говорит, я живу тут и тут, иду в Меркадону. Ему говорят, нет, ты не можешь идти в тот магазин. Возле твоего дома есть другой магазин. Он говорит, но мне не нравятся продукты в том магазине. Либо цены. Ему говорят, нет, сейчас же карантин покупай там, где можешь. Типа, ближе к дому. Такой бред вообще. Просто здесь действительно не все магазины есть хорошие. Ну, как бы и неплохие. Но скажу так. Вот мы, например, делаем покупки в нескольких магазинах, но определенные товары мы покупаем в одном магазине, а другие товары покупаем в другом. Вот нам так нравится. Нам нравится цена. Нам нравится качество продукта. Ну, например, хлеб мы покупаем в Aldi, а рыбу покупаем в Bonpreo. Ну, это я к примеру. Потому что мы так привыкли. Нам нравится, например, тот продукт там, а тот продукт там. Но нам повезло. У нас, в принципе, здесь несколько магазинов возле нас. И они на коротком расстоянии. То есть, я думаю, к нам никаких претензий не будет, куда мы идем. Но бывает такое, что, как мы в Барселоне жили, у нас перед домом была Дия. И в этой Дии как бы не было ни рыбы, ни мяса, ни каких-то таких продуктов, какие мы привыкли есть. А такое, знаете, скорее что-то купить на быструю руку там. Рис какой-то, томат, тунец даже можно. Ну, что-то такое. Но не делать закупку такую глобальную. Поэтому мы всегда ходили в магазин, который немного дальше. И, в общем, за такие банальные мелочи тебя могут оштрафовать. Короче, если нам придет штраф, я вам обязательно расскажу об этом. Диана такая смешная. Она, короче, у меня вот здесь ровно сидела. Потом нащупала пульт. Пульт взяла его, сама завалилась, сама легла. И уже лежит, так не знаю, минут 15. Ди, Дианка, тебе удобно здесь, да? Солнце мое. Пульт это у нас вообще игрушка номер один. Ну, мы редко ей даем. Но иногда она сама его где-то нащупает, где-то найдет. И прям вообще так к нему тянется всегда. Пульт это самое интересное, да, Диана? Ну, и вообще все мамины вещи, папины и все, что не является игрушкой как таковое. Да? Пупс. Пупсик. Ой, Диана, Диана. Диана, кстати, уже немножко загорела, так как мы уже ходим гулять. И у нее уже такие щечки, такие румяные, да? Сипит. Сипунтик мой малонький. Сипунтик, зипунтик. Ой, такая взрослая уже, взрослая. Ач-ч-ч-ч. Хе-хе, кукла.